Итак, мы теперь приступаем к устранению одиночных рецессий Дисней двумя методами – корональным и латеральным перемещением. Для тех, кто не оперирует рецессией, эти методики нужны в любом случае, потому что они будут оперировать имплантаты. Имплантаты не все возможно прооперировать, как вы знаете, только методом тоннеля или кармана, потому что бывают рецессии в области имплантатов вертикальные, которые никак по-другому не закрыть. Согласны, да, со мной? Это таблица, демонстрирующая алгоритм хирургического выбора методики для каждой клинической ситуации. Она есть на сайте Leoplast, не фотографируйте, она в плохом будет качестве у вас. Можете себе все скачать, распечатать, положить дома, честное слово. Как ей пользоваться? Я немножко по ней пройду, если будут к концу завтрашнего дня по ней вопросы, я уделю этому обязательно внимание. Здесь у нас класс рецессии наверху. Здесь особенности, которые не учитывает классификация по миллеру. Ну, еще раз оговорюсь, да, тем, кто, конечно, у меня был уже не первый раз, им неинтересно, может быть, но те, кто приехали вновь. Классификация по миллеру, рецессии самая хорошая, замечательная, но, к сожалению, произошла за эти годы такая наработка уже знаний, навыков, практического применения разработана масса методик, которыми мы пользуемся. И возник вопрос, что она не учитывает очень многих факторов, которыми на сегодняшний день сопутствуют наши клинические примеры, которые мы разбираем, с которыми мы работаем. И я позволила себе включить эти факторы, которые влияют на выбор метода, на применение того или иного пластического материала и на конечный результат. Почему Миллер-то в свое время вообще сделал эту классификацию? Она же такая простая, вроде бы, 4 класса, но вообще, да, от руки написал. В ней был заложен очень глубокий такой смысл. Он пытался помочь врачу принять решение, во-первых, оперировать это или нет, и какой результат он должен прогнозировать для пациента. Поскольку они работали всегда в коммерческой медицине, для них этот момент был важен, потому что они несли ответственность еще и за финансовую составляющую этих операций, естественно. И эта классификация выросла из прогнозов. Первый класс 100% устранения, второй класс 80%, третий класс 50% на 50%, четвертый не берите. С 83 года прошло уже много лет, 40, даже 41 уже в этом году. Это, конечно, все изменилось, навыки, технологии, всяких инструментов много появилось, новых каких-то там возможностей технических. Базовые методики остались базовыми, но они обросли всякими исследованиями в том числе, потому что мы стали глубокими. Что такое работа с хирургическим протоколом? Это, по сути, анализ всех твоих предыдущих работ. Когда ты садишься и над каждым случаем клиническим думаешь, почему здесь такой результат и здесь такой, и начинаешь собирать вот эту вот базу, и отсюда она у тебя вытекает вот в эти особенности. Итак, присутствие прикрепленной десны, апикально или ее менее 3 мм, будет влиять на выбор пластического материала и метода. Будет. Потому что если прикрепленная десна есть, ее более 3 мм, мы имеем право работать одной методикой. Если ее нет или ее мало-меньше 3 мм, то мы имеем право работать другой методикой. А почему 3 мм? Спасибо. Быстро. Быстро. Поэтому, да, 3 мм – это необходимая манжета, запас нашей безопасности. Также при латеральном смещении прикрепленной десны нам требуется 6 мм. Это ответ на ваш вопрос по поводу той фотографии. Там нет 6 мм, даже близко. Даже можно не мерить. Влияет ли на выбор методики, на особенности послеоперационного течения, на выбор пластического материала, образия твердых тканей? Да, это все туда. Неважно, какая там диагностика, что это, эрозия, клиновидная или еще что-то. Мы уже имеем дело с убылью. Имеет это значение? Ну, понятно, она в табличке есть. Почему? Доктор, скоро у вас обед. Просыпайтесь, пожалуйста. Включайтесь в работу. Смотрите, если у вас образия на зубе, переходящая из твердых тканей зубов в корень, вы переместили коронально, например, лоску слизистонокосичную, да? Зафиксировали это. Если вы не использовали никакого пластического материала, например, у вас первый класс, более трех миллиметров, прикрепленный Дисней, вот не надо его было использовать. Что у вас будет в этом пространстве? По сути же, там дефект в корне. Ну, он не щелевидный, но он такой ямообразный такой. Здесь у вас реставрация, договорились. В пределах твердых тканей. А вот в области корня, в 12 дней там будет сгусток, потом он у вас рассосется. У вас остается там дырка, и Дисна поднимается обратно. Наличие абразия в области корня является прямым показанием для использования пластического материала. Того или иного вы выбираете дальше согласно таблице. Понятно, да, почему? То есть, если, например, вот это вот все выросло из анализа хирургической практики, когда я смотрю, я оперировала с одной и той же стороны одни и те же зубы, а в области одного зуба получилось, а в области второго нет. Чтобы вот не было такого здесь получится, здесь не получится, надо его проанализировать, было посмотреть почему. А потому что в одном месте был кленовидный дефект в области корня, а у второго зуба такого не было. И, соответственно, рецидив произошел там у тебя. Не использовался материал. И толщина ткани прикрепленной. Мы обсудили, что это биотип и влияет он у нас на все. Понятно, что тут нечего даже говорить. Он первоначально влияет вообще на планирование любого вмешательства. Будь это костная пластика, мягкотканная пластика или любое другое. Даже при проведении лоскутной операции влияет биотип. Потому что мы выберем материал, может быть, какой-то соответствующий. И шовный материал мы выбираем в соответствии биотипу. Итак, корональное смещение. Стандартно. Это первый класс по миллеру. Однослойные и двуслойные методики. Второй класс по миллеру. Тоже двуслойная методика. И третий класс по миллеру. Он применяется с оговоркой, что пациенту сразу говорится о том, поскольку это третий класс, у нас уже началась уболь сосочков, то результат закрытия поверхности корня, он будет не стопроцентный. Потому что корональное смещение это игра с сосочками. И если мы уже имеем их уболь, то мы не обещаем стопроцентное закрытие пациенту. Однозначно. Но если вдруг у него что-то вырастет лучше, значит, он не обидится в любом случае. Продолжение следует... Продолжение следует...